Привет, дорогие друзья! Это канал Изи Мьюзик. Добро пожаловать! И это видео будет посвящено очень сложной, запутанной теме, теме мутации голоса. Это видео будет полезно юным вокалистам, их родителям и педагогам. Что же такое мутация? Мутация — это изменение гортани в период полового созревания. Я думаю, многие из вас сталкивались с такими изменениями в определенный период времени. И в этот период особенно важно наблюдать за своим голосом, дабы избежать неприятных последствий уже во взрослом возрасте. У кого-то мутация протекала абсолютно легко, безболезненно, даже на самом деле незаметно, а у кого-то была очень тяжелая мутация, когда голос очень сильно понижался, киксовал, срывался голос, и было очень сложно издавать какие-то звуки, и было очень нестабильное состояние. Давайте разберемся, почему так, и можно ли себе облегчить задачу именно в этот период времени. Поехали! Несколько периодов мутации, то есть ребенок уже с ранних лет будет подступать к главной вот этой вот точки, кульминации, мутации, разделяют на четыре периода всего. Это дошкольный, предмутационный, мутационный и послемутационный период. Давайте про каждый. Дошкольный период — это примерно 6-7 лет, когда мышцы ребенка еще очень слабые, малые, и этот период характеризуется достаточно таким фальцетным смыканием связок. То есть фальцетный механизм превалирует, хотя на самом деле не всегда так бывает. Бывают исключения все-таки, потому что я могу про себя сказать, у меня всегда было очень плотное смыкание, и голос срывался на тонкое смыкание. Но, может быть, я даже и путаю, может быть, и не помню. Но, в частности, у очень многих это только фальцетный механизм, то есть тонкое смыкание связок. В основном голос в этот период достаточно высокий, и диапазон не очень большой. И в этот период голос, как никогда, стабилен, и признаков мутации не наблюдается. До мутационный период — 7-13 лет — в этот период происходит развитие вокальных органов и мышц. Мы можем наблюдать сужение диапазона, понижение голоса, нестабильность при взятии высоких нот. Также может нарушаться интонация, и появляться очень быстрая утомляемость голоса. При этом тоже признаков мутации могут не выявить, и связки будут такие жемчужные, либо даже уже немножко розоватые. Сам мутационный период — это 13-15 лет. Именно в этот период происходит активный рост, развитие мышц гортани, вокальных органов и всего-всего, что находится вообще в организме. Это самый активный период и самый опасный, который характеризуется охриплостью голоса, нестабильностью смыкания из-за того, что связки не полностью смыкаются, гортань растет и скапливается очень много слизи там. Гортань может быть не перемирована, а голос быть нестабильным со всеми вытекающимися обстоятельствами — это срывы голоса, быстрая утомляемость и сильная охриплость. Им может показаться, что ребенок в этот момент вообще не управляет своим голосом. Как я сказала ранее, в этот период нужно быть особенно аккуратными, ведь именно в этот период происходит активная фаза роста всех вокальных органов. Если внедрять неправильные привычки в голос именно в этот период, то это может привести просто к необратимым последствиям, когда голос поменяется и его никак нельзя будет восстановить. Также советуется наблюдение у фониатра в этот момент, чтобы отследить конкретную фазу, когда ребенку нужно остановиться в нагрузках, да, не петь определенным образом и тем самым избежать тоже, опять же, неприятных последствий. Этот период бывает разный, бывает там месяц, два, бывает даже полугода, когда ребенку лучше не петь, но это обсуждается все, естественно, с врачом. И после мутационный период, это 15-18 лет, в этот момент, в этот период уже формируются свои какие-то вокальные привычки, оформляется тембр, оформляется диапазон, сила голоса. Уже вовсю появляется грудной механизм смыкания голосовых связок, но при этом голос достаточно уязвим, и, конечно же, вокальные нагрузки не даются настолько в большом количестве, как, например, уже более взрослым вокалистам, которые прошли через все эти периоды. Конечно же, стоит отметить, что данные по возрастным вот этим вот рамкам, они могут разниться, так как есть разные абсолютно факторы, там, географического положения, этнического происхождения, и, конечно же, мы все разные и все индивидуальны, поэтому у каждого все будет очень освоено. Мутация у девочек будет происходить менее заметно, хотя если девочка резко начнет петь более низким голосом, то, конечно же, на ней это глобально скажется. Я знаю такие случаи, когда у девочек понижался очень сильно голос, это примерно было как у мальчика просто, да, но при этом в большинстве случаев гортань растет достаточно медленно, плавно, и гортань развивается больше в вертикальном положении и увеличивается на одну треть. Связки при этом удлиняются на 3-4 миллиметра, и, как мы знаем, у девочек мутация может начаться гораздо раньше. У мальчиков же гортань развивается гораздо быстрее, и, конечно же, в горизонтальном положении появляется кадык, голос значительно понижается, и это происходит буквально в короткие сроки. И да, конечно же, мы все индивидуальные. Мутация может начаться и в 10 лет, и в 11 лет, и длиться она может гораздо дольше. Но стоит обратить внимание, если мутация длится всю жизнь, или она повторяется, да, вот этот период повторно начинается, то стоит задуматься и обратиться к специалисту. В период голового созревания происходит рост просто всего организма, и уже вот с малых лет очень важно закладывать правильные вокальные привычки, которые не будут вредить голосу. Вокальный аппарат в это время очень уязвим. Есть случаи, когда талантливые дети, певцы уже такие с хорошей карьерой участвовали в конкурсах, участвовали, да, в ТВ-шоу, и их просто, как сказать, эксплуатировали, и не давали никакого отдыха, и песни были очень сложные, и это сказалось на их голосе значительно, и привело к невозвратимым просто последствиям. Поэтому родители и педагоги должны чётко отслеживать состояние голоса ребёнка в этот период. Естественно, петь можно, да, но вот только вот есть определённый период мутации, ну там, да, вам врач об этом скажет, как перенести это, да, когда петь не советуется. Но в принципе, что касается там других периодов, то петь можно, нужно, и, естественно, это будет полезно. Главное просто выбирать нагрузку, с которой вы поёте, и всё. Иногда голос ребёнка не будет просто слушаться, и там какие-то ноты могут не взяться, или интонация будет плыть в какой-то момент. И тут как раз очень важно отследить это всё, и ни в коем случае не гнобить ребёнка за какие-то обложности, потому что вы же знаете, что в этот период очень-очень тонко голос может работать, и много ошибок возникает как раз из-за элементарного роста. И, как вы знаете, некоторым детям говорят, нет, никогда не будешь петь, там, да, у тебя нет голоса. Это всё очень сильно психологически влияет, и зачастую даже, когда вот дети там в юном возрасте были суперпевцами, у них была крутая карьера, потом они вырастали, и у них эта карьера не состоялась, и ими восхищались в детстве, а во взрослом возрасте нет. Их переставали куда-то звать и так далее. Просто очень важно объяснить ребёнку, как пользоваться своим голосом во время этого периода, и надо ему сказать «всё нормально», «это хорошо, то, что у тебя растёт голос», «это нормально, что это происходит с тобой», то есть ни в коем случае нельзя гнобить и как-то там высмеивать, потому что обычно дети любят замыкаться в себе, особенно мальчики, если у них резко меняется голос. И, естественно, при благоприятной психологической обстановке можно значительно сгладить этот период, когда ребёнок будет принимать свой голос, и просто, ну, в благоприятной обстановке он начнёт так же развиваться, и так же просто спокойно работать и петь. Ну что ж, ребята, спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было очень полезно для вас. Делитесь, пожалуйста, со своими детьми и с педагогами, и с родителями, чтобы они точно знали, что происходит в организме ребёнка в этот период. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк этому видео, и до скорых встреч! Кстати, пожалуйста, посмотрите, какое качество ролика. Просто я очень рада! Всё, пока-пока!